Это щёточный диск, который мы можем увидеть на коммунальной технике, а зимой, например, на снегоуборочных машинах. И производят такие диски здесь, на заводе Сальс-Сельмаш. И если раньше их приходилось закупать, то сейчас их производят именно здесь, сами. Но это лишь один простой пример. А вообще, завод, известный по всей России и в странах СНГ, производит коммунальное и сельскохозяйственное оборудование. Технологии производства самые современные, рабочие, приветливые. Как, например, оператор станков с программным управлением Алена Ломинога, которая, говоря о своей работе, как-то само собой рассказала и о семье. Я делаю пучки, Таня делает щётку, раскладывает её. И получается, потом собираем на стол и собирают на машину их. И продают продукции. Здесь работает муж, работают все родственники, зарплата хорошая. Муж работает здесь, мастер. Я работаю оператором, мужа брат работает, мой брат. Ну, как бы, все практически здесь работают. Сальск-Сельмаш вот-вот стукнет 90. Он основан в 1934 году. До 59-го выпускал токарные станки для мастерских совхозов. Потом специализировался на навесных погрузчиках и стогометателях. Сейчас здесь производят погрузчики и навесную коммунальную технику. Это крупнейший производитель в СНГ. Сегодня на заводе с инспекцией группа губконтроля во главе с заместителем губернатора Игорем Сорокиным. Точно так же конструктор в управлении пишет программу, передаёт по интернету. Рабочему нужно просто вытащить детали, ставить на готовность. Последние несколько лет руководство завода активно модернизирует производство, закупая самое современное оборудование – лазерное, роботизированное. Наши лазеры могут резать чёрный металл от 1 мм до 20 мм. Качество реза, поверьте мне, достаточно хорошо, можно сказать, уникально. После этого не требуется никакой дополнительной обработки. Мы сразу эти детали отправляем в сварочную цеху для сварки. Мы вкладываем большие денежные средства в модернизацию, и на сегодня наша часть сварочных работ осуществляется роботизированными комплексами. Мы сегодня посмотрели новый ЦХАТ, фактически такой завод в заводе по производству гидроцилиндров и гидрооборудования. Собственно, это импортозамещение в действии. Соглашение по данному проекту было подписано на Иннопроме буквально в июле текущего года. Сейчас мы посмотрели, как работает оборудование, как работает само предприятие. Всё достаточно стабильно. Предприятия полного цикла, они производят полностью практически все комплектующие сами для себя, ну и, соответственно, в дальнейшем выпускают вот такую технику, которую мы сегодня видели. А дальше за три года здесь построят ещё один новый завод с нуля по производству комплектующих для сельхозтехники, вложив полмиллиарда рублей. Марина Орлова, Владимир Савилов, Первый, Ростовский.